ну что всем здравствуйте сегодня пришла посылочка вот такая не будем говорить откуда откуда ну судя по билю марок вы поняли откуда оттуда вот но тетройда судя потому что на столе клавиатура не одна и мышь не одна то соответственно и компьютеров тут видимо тоже как минимум два посылочка это видеокарта для второго компьютера а второй компьютер это у нас ztex evolution за инспектором совместимый реактор компьютер видеокарта это ему нужно для того чтобы в режиме тест конфиг отображать много цветов шлейф на корпус запчасти но это собственно само изделие ну шо nvidia как тебе говорит и не стыдно все же может быть и в таких габаритах ну вот так это выглядит вот такое это вот махонько все что здесь и терамакс и пм 3128 такая микросхемка ft 812 которая была дефицитом одно время сложно было достать но где-то раздобыли но скорее всего цап это разъемчик нового дополнительное питание стабилизатор на 3.3 вольта ну и рассыпуха планерная так вот такая вот видеокарта она что-то написано что-то написано то вот так вам смотреть zx evo в дак 2 ревизия 2 20 год тес лапс тес лапсу привет 9 режим 60 герц для тест конфи или по мусоркам мониторы искать 50 герцовые зэкс эволюшн с дисководом 3.5 дюймов вскроем сейчас посмотрим что ты там внутри себя представляешь привет давно не виделись так это все выглядит изнутри вот собственно сама плата zx evolution блок питания дисковод ну и провода кабель менеджмент уровня бог как всегда поэтому в ходе транспортировки это все вполне себе может отпасть отпасть может здесь за и фай это местный вай фай тоже с дополнительным питанием он крепится там на махоньком разъемчике когда транспортируешь zx evolution выпадает в первую очередь теперь у нас еще один кандидат на выпадение видео адаптер шутка ли так видео адаптер она вставляется как вы думаете куда вставляется видео адаптер разъем для графической карты без а экспресс 60 нет а графический адаптер вставляется в разъем для винчестера это логично а куда же без этого логика на 6 7 по идее вот это же еще шлейф на корпус потому что в гаразе он подключается вот сюда видно что это все крепится на низкопрофильный корпус влезет ли нужно лезть все штандартно проверяем вылезет ли влезет ура ура да здравствует научно-технический прогресс шлейф сидит на месте вуаля осталось вставить саму видеокарту разъем дополнительного питания куда же без него это же видеокарта тянет тут даже какая-то стяжка есть ничего себе говорить кабель-менеджмент плохой даже стяжка есть я смею растянем так ну шо дядь давай подключайся какую сторону тебя подключать не знаешь давай попробуем вот этой стороны пойдет не сгорит ли дядь хрена знает наверно так вставился ну и вставляем разъем винчестера куда же еще вставить видеокарта конечно туда ну и шлейф выйдете а тебя то куда вставлять что ты первоназначенник оставишься надеть куда тебе вставлять хрен его знает тут три ряда контактов на плате здесь два ряда контакта они завтра ну давай так теперь осталось все это включите посмотреть работает ли но что внезапно все получилось все угадал значит все на своих местах получается один ряд контактов на разъеме лишний но это логика наше все ну тем не менее она работает и на мониторе собственно вот картинка есть так но это же у нас так называемая бейс конфа она же основная конфигурация по тем turbo 2 или 3 но нас то интересует ts конфиг поэтому нажимаем control alt f12 и оказываемся в вот командире и здесь нас собственно интересует а если у нас расширенная цветовая палитра для проверки расширенного видеорежима запустим игру солитер запускайся и о чудо видно видно световую палитру товарищи сетку видно вот этой сеточки не было видно и узоров на рабочем столе тоже не было видно но шайтан машина работает где мы еще можем посмотреть расширенный видеорежим мы его можем посмотреть зайфай внезапно ну лайс пой птичка а же от Adobe ты обновился наконец-то музык мост популар что тут у вас мост популар она давай ну нормальная музыка нормальную в отличие от того что мы сегодня слушали на курсах итальянского языка так вообще супер далее так говорят эта штука может смотреть джипеги давайте проверим вот это наши люди сразу видно retro pc что еще умеет наш в дак 2 наш дак 2 умеет воспроизводить видео и какое видео настоящее видео формате avi пожалуйста вот группа кино и причем все происходит быстро с частотой 30 кадров в секунду понятно что цвета имеют малую глубину что битрейт маленький что все равно в квадратиках но тем не менее вот как бы для ретро компьютера полноценного воспроизведения видео вполне себе достойного уважения при этом мы не можем прерывать это escape либо какими-либо еще образом то есть только нажав f12 мы можем вернуть компьютер в исходное состояние но даже по сравнению с тем что задекс его умеет воспроизводить без в дак 2 вот например такое видео тут заметно что разрешение оставляет желать лучшего и частота кадров весьма маленькая то как бы в дак 2 воспроизводит все на аппаратном уровне но зато такое видео можно прервать по escape и пожалуйста и выйти в commander как это все возможно значит в телеграме есть вот такая вот группа с таким вот адресом вот что у нас есть плагин обновленный для while commander его скачиваем и благодаря этому плагину мы можем воспроизводить видео какие видео ну вот тут люди накодировали уже готовых каких-то видео пожалуйста скачиваем смотрим на zx evolution единственное что неудобно то что выход звука с в дак 2 идет непосредственно как бы с ft 812 и чтобы его завести на основную материнскую плату нужно опять как бы что-то колхозить а так вполне себе годное воспроизведение видео ну шо посмотрели сегодня на чудо видеокарту для компьютера zx evolution так что nvidia и pmd вам должен быть стыдно всем пока